Оперативное совещание началось с поздравления работников сферы социальной защиты населения. 8 июня в России отмечает их профессиональный праздник. Это сфера, которая требует очень большой сердечности и внимания. И, конечно же, люди, которые обращаются с какими-то вопросами в отделы социальной защиты, с любыми вопросами, которые могут возникать, сегодня рассчитывают на понимание, рассчитывают на помощь, и эта помощь оказывается. В период самоизоляции на плечи сотрудников этой службы легла огромная нагрузка. Это выплаты, выдача продуктовых наборов и прочая поддержка. Коллективу пришлось работать по много часов, отвечать на телефоны и звонки. Сейчас ситуация понемногу смягчается. И, как отметил глава округа Виктор Неболин, все мы надеемся на возвращение к привычному образу жизни и работе. И уверен, что эту ситуацию мы будем вспоминать уже, может быть, с улыбкой на лице, потому что много пережито, много пройдено, много испытаний нам пришлось преодолеть вместе, всем вместе. Это и курирующие заместители, Ирина Васильевна, я вас имею в виду, это и те, кто отвечает у Ирины Леонтьевны за различные направления деятельности. Поэтому так подробно, так внимательно я об этом говорю, исключительно в связи с тем, что работа, которую выполняло управление, очень большая, очень важная. Ситуация с коронавирусом в Раменском следующая. Количество заболевших идет на снижение. И, тем не менее, сводки о числе заболевших и выздоровевших приходят. На сегодняшний день у нас под имплением находится 467 человек. Из них 379 человек контактных. С положительным ковидом выявлено 1119 человек. Мы перевалили вот эту категорию в 1000 человек заболевших. Но, тем не менее, несмотря на это, Раменский городский округ находится на 14-м или на 15-м месте в Московской области. Есть городов с численностью более 200 тысяч населения. Удержать ситуацию в рамках позволяет ответственное отношение многих людей. В общественных местах мы надеваем маски, перчатки, проводим санацию рук. Руководители предприятия эти обязательства взяли на себя. Все проводят температурный контроль, обеспечили сотрудников всеми средствами индивидуальной защиты. У нас выздоровело 244 человека. Медработников у нас в общей сложности переболело 179 человек. Ну и летальных случаев у нас 32 на сегодняшний день. Надеюсь, что со снижением объема заболевших, а это связано еще с увеличением количества тестируемых, у нас количество смертностей тоже не будет расти. К сожалению, как показали последние теплые дни, есть и беспечные граждане. Они выходят на улицу без средств защиты. То количество людей, которые на улицах находятся без масок, конечно же, меня отлично настораживает, ввиду того, что одни люди на передовой во всей амуниции и иногда мне приходится сталкиваться с вопросами, когда работники скорой приезжают полностью экипированные и находиться в этих костюмах в автомобиле, это в жару 27 градусов, не очень просто. Я не говорю о том, что в лесу или на велосипеде надо находиться в маске, но в местах общего пользования, где можно заразиться или заразить, это надо делать. Безусловно, это надо делать. Следующая тема – устранение погодных явлений, а именно подтоплений. Виктор Неволин выслушал отчеты глав территориальных управлений. Ситуация стабильная, нормальная. У нас в пятницу произошло небольшое проседание дороги, произошло провал. Промыло трубу на небольшой плотине. Мы в пятницу получили сообщение, сразу подключились. Отработали ситуацию, восстановили проезд и проход. У нас к храму жилась застройка и кладбище. В общем, в пятницу до темна мы все отработали. На сегодняшний день движение по дороге и осуществляется. Проблем нет. Единственное, сейчас думаем, что дальше делать. Вот это сам приемник. По всей вероятности, будем ставить опалку и бетонировать. Других вариантов у нас пока нет. Движение – все нормально. В островецком поселении переполнился природный резервуар. Пришлось предпринимать экстренные меры. На время прикрыли притоки, дали возможность воде впитаться. И после этого ситуация нормализовалась. Потопление земельных участков собственников СНТ не произошло. Весь разлив пошел на дорогу общего пользования. Собственно говоря, в субботу к обеду уже все там подсохло. И в воскресенье мы дорогу почистили. Сейчас ситуация нормализовалась. А в Хрипане потопление случилось из-за нарушения дренажной системы самими собственниками участков. Несмотря на то, что участки топят, собственники, три года мы ведем с ними эти переговоры, не дают согласия о прохождении либо закрытой, либо открытой дренажной системы через их участки. В пятницу и в субботу были последние, так сказать, завершающие встречи. Согласия не дали. Сегодня выезжаю на место с геодезистами, чтобы отбить точки и посмотреть, каким образом и возможно ли технически пройти этой дренажной водопропускной системой по муниципальной территории. Виктор Неволин поставил задачу перед руководителями территориальных управлений – изучить всю ситуацию с подтоплениями в деталях и максимально исправить. Безусловно, для нас это маленькое испытание, которое сейчас обнажило проблему и дренажных вод, и ливневых вод, и проблему гидротехнических сооружений, которые нерегулируемы. Мы должны сейчас очень внимательно сделать выводы и все, что необходимо провести в короткое время, чтобы исключить возможность, если это будет подтопление еще раз, чтобы мы уже более-менее подготовлены были. О других темах, которые были рассмотрены на оперативном совещании, мы расскажем в следующих выпусках программы «Городские вести». Антон Карташов, Елена Цыганова для программы «Городские вести». Продолжение следует... ...